На остановке оставили коробку. Вот такие вот малыши. Маленькие. И даже не представляют, что уже преданные. Как спит тот, кто вынес их на остановку, ребята? Как спит тот человек, который в коробке вынес вот этих малышей, забрал у мамы подсосников? Ладно, если бы они хотя бы кушать сами начали. Ну, дал бы им пожить с мамой две недели, чтобы дети начали кушать. И тогда бы уже выставил эту коробку на остановке. Но нет же, сволочь. Понимаете, он выкинул малышей, которые еще сами есть не могут. Которым нужна, просто необходима мама. Ну что, мама малышей не приняла. Одного даже укусила. Поэтому детей принесли сюда. Дорогие друзья, с вами Лохматая Душа. И у нас экстренная ситуация просто жуть, какая тяжелая. Я понимаю, что это просто слова. Кто-то послушает, скажет, да, и пойдет дальше. Ребят, но за этими словами 3000 жизней, которые сейчас висят на грани. И жизнь их зависит только от вашей помощи и от вашей поддержки. Я расскажу вам сегодня о малышах. Дело в том, что пока не будет принят закон об обязательной стерилизации, эти малыши будут по-прежнему валяться по обочинам, подбрасывать буты в коробках и выкидывать куда попало, как мусор в пакетах в мусорные баки. Друзья, я не знаю, наша страна, мы, наверное, никогда не сможем духовно подняться. Я в это вот, чем больше занимаюсь спасением животных, тем больше в этом убеждаюсь. Мы деградируем. Я не знаю, что происходит. Скажите, люди, ведь вы знаете, что есть приюты. Но почему же вы так спокойно проходите мимо? Неужели вам жалко 100 рублей на спасение чужой жизни? Выделите 100 рублей с вашего бюджета. Неужели вам, ну, правда, жалко? Это ведь немного, и каждый из вас способен это сделать. Посмотрите вот на этих малышей. Они что, не имеют права жить? Сначала их вы разлучились с матерью, слепыми выкинули в коробки. Остальных мы подбираем на обочинах и в мусорных пакетах. Насколько же можно продолжаться вот это, ребята? Вот эта жестокость, вот эта боль, вот это безумное равнодушие. Что с нами происходит, люди? Ну, спросите каждый себя. Что у вас в душе осталось? Что у вас есть? Доброты хоть капля есть. Ребята, что происходит? Ну, невозможно же быть такими зомби, какими мы становимся. Я обращаюсь ко всем вам. К тому же сейчас просто все сходят с ума. Банк, кто-то миллиардами ворует, выводит эти деньги за границу и ничего. А приюты им блокируют странички, им блокируют карты. Нашли очень больших мошенников. А ведь наша жизнь зависит от ваших пожертвований. Сейчас у нас проблема с банком, со Сбербанком. Они будут разбираться. С чем разбираться, если наш фонд зарегистрирован в Сбербанке? Если работаем мы с этим Сбербанком более 20 лет? С чем они собирают разбираться? Я не знаю. Куда они обращаются, сходила в Сбербанк, они тоже молчат. Да-да-да, мы вам напишем. И все. А время теряется и уходит. Друзья, я прошу вас помощи. Я прошу вашей поддержки. Нам сейчас не выжить без вас совсем. Ну, никак. Три тысячи животных застыли в воздухе. Долг за две машины зерносмеси. И малыши продолжают пребывать. Маленькие. Они же не понимают, что их выбросили как мусор. Я обращаюсь ко всем. Люди, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Давайте будем людьми. Отзовитесь. Прошу вас. Прошу вас, мои хорошие. Отзовитесь. Я не знаю, как еще обращаться. Я не знаю, куда писать. Я не знаю, куда стучать и к кому идти на поклон. Люди, я готова стать посреди площади и поклониться вам в ноги. Пожалуйста, помогите спасти приют. Пожалуйста, не бросайте. Они имеют право жить. И они зависят от нас с вами, от нашей человечности. И если в вашей душе хоть капля веры осталась в Бога, то помогите, пожалуйста. Ведь жизнь такая короткая, и мы не заметим, как перейдем к этой черте. И тогда будем спрашивать, Господи, прости, Господи, за что? А думать надо сейчас. Сейчас, ребята. Ведь от нас не убудет сделать маленькое доброе дело и помочь бездомному зверю. А на душе будет свет и тепло, и будет чувство выполненного долга. Пусть небольшого, но он выполнен долг человечности. И вот такая последняя наша красавица. Ты у нас красавица или красавчик? Ну-ка. Это тоже мальчик у нас. У него вот такое пятнышко на лбу. Вот такой красивый ребенок. Это у нас мальчик. Да-да-да-да. Все, мой золотой. Покажи, какой ты у меня красивый. Какой ты у меня красивый, солнышко. А, пискля такая. Покажи. Вот этого ребенка укусила мама. И он у нас еще плохо сосет. Очень плохо. Поэтому по капельке вливаем сами. И ребенок ест. Да? Мамин ребенок такой красивый. Да, это так укусила мама. Такая вредная, чужая. Не захотела принять ребенка. Не захотела. Вот такое дитя у нас хорошее. Вот такое дитя хорошее. Да, солнышко. Все. Это мы накушались. И поэтому снимаемся спокойно. Все. Покормила последнего. Теперь три часа у нас свободного времени. Все, мои золотые. А, те уже в клубочек. Ну-ка. Вот так. Так, все пописали. Теперь можно сюда. На место. На чистенькое. Раз. Так. Два. Ты уже пописала. Сходила в туалет. Сходила. Три. Все. А ты теперь прописаешься. Я тебя тоже посажу. Ну что, мои золотые. Все. Главное, детки открыли глазки. Главное, мы растем потихонечку, ребят. Ну и слава богу. Покушали и спим. Покушали и спим. Мы спим и кушаем. И писаем, да? И так скажи, по кругу. Поели, пописали, поспали. Маленькие. Не хочешь, да? Ложись туда в общую кучку. Вот так. Сейчас сразу плюх. И все, ребята. И на три часа мы спим. На сопелке. Три мальчика, одна девочка. Выбирайте, друзья. Выбирайте. Красивые, нормальные, замечательные дети. Будут настоящими у вас друзьями. А главное, что действительно очень неординарные и красивые малыши. Да поможет бог. Найти им счастье. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok